Скажут, ах, это здорово, ах, это потрясающий звук. Вот лучше этого не придумать. Вы не такой прямо рыцарь в доспехах. Создавать такой некий купол романтизма. Это еще 1258-я фигня. Всем привет, меня зовут Ольга Грасс. И сегодняшний выпуск, конечно же, для наших любимых женщин. Всех женщин мира, мам, бабушек, дочек, поздравляю с 8 марта. Желаю вам огромного счастья. Желаю вам жить, пожалуйста, живите 100 лет. А со всем остальным не справимся. Сегодня выпуск для вас. Хочу вас немножечко порадовать. 10 ароматов покажу сегодня. Ну, поехали. Как я уже и сказала, сегодняшний выпуск посвящается 8 марта. Милые женщины, бабушки, дочки наши, мамы. Спасибо вам огромное, что вы у нас есть. Спасибо вам за то, что вы дарите нам вашу любовь. Хочу сегодня этим выпуском немножечко подарить любовь вам. И, конечно же, хочу его начать с аромата, который, ну, не может быть незамеченным в 8 марта. И о нем я уже, наверное, твердила, но повторюсь сегодня снова. Каждое 8 марта я вспоминаю свое детство, когда я шла со школы, и везде продавали мимозы. Конечно, современной молодежи вообще непонятно, какие нафиг мимозы. Это, вау, какой-то некрасивый, невзрачный цветок, который, в принципе, ну, кто его покупает? Да, может быть, его сейчас, конечно же, никто не покупает. Тогда его покупали все, если вы помните, и, ну, кто-то из моего же времени. Мимозы продавались повсюду. Они были самыми дешевыми цветами. И все мужчины, которые шли с заводов, и дети, которые шли со школы, покупали женщину своим мимозы. Еще продавались дюльпаны, но дюльпаны были дороже. И поэтому, конечно же, ну, то есть, на что хватало, то и брали. Вот и все. И вот остаток времени, пути до дома, я всегда вот эти мимозы шла и ими дышала. Да, это некрасивый цветок. Да, он какой-то невзрачный. Да, он, может быть, то есть, сегодня, когда весь Инстаграм пестрит тем, то, что нужно любить пионы, модно любить пионы, и все девушки с пионами, какие нафиг мимозы? Все правильно. Не вникайте. Просто хочу немножечко отступить от темы и объяснить, что вот тогда мимоза – это был цветок 8 марта. И да, некрасивая, да, какая-то невзрачная, но такая она родненькая, такая она пушистая, этот запах чистоты весны, и, ну, это непередаваемо. Компания Амуаш, может быть, конечно же, не основываясь на этом, а может быть и на этом, но создала аромат, который называется мимоза, и она действительно пахнет мимозой. Но нет больше и лучше аромата, если вы хотите снова ощутить аромат мимозы. Лучше не придумать. Вот лучше этого не придумать. Здесь такая пушистая колкая мимоза, вот как в том кульке. Вы вот ее наносите, здесь ландыши какие-то, свежие такие ноты, они вас окутывают, но нота мимозы, она прямо, ну, ее просто транспортировали из того времени вот сюда. Это красиво, это звучно, и, может быть, неносибельно для кого-то. Ну, и вы, если его послушаете, вот так открыв, ну, вы равнодушны точно не останетесь. Поэтому для меня 8 марта ассоциируется с вот этим парфюмом. Я вам его уже показывала на сегодняшнюю подборку, тоже хочу начать с него, потому что, ну, 8 марта, вот, это аммаш мимоза. Ну, по моему мнению, конечно же. Идем дальше. По приходу весны хочется, конечно, свежести и чистоты, хочется свежего воздуха, солнца, и, то есть, хочется пробудиться от этого зимнего сна. И делая глубокий вдох, то есть, на выдохе говорит, господи, как же хорошо жить. Вот такая у нас всегда весна, она такой должна быть. И, конечно же, аромат не должен портить это настроение. Аромат должен создавать чистоту, создавать свежесть. И эти все зимние, теплые, окутывающие парфюмы нужно отодвинуть немножечко в сторону и перейти на что-то новое, чистое и свежее. С чистотой и свежестью, конечно же, всегда у нас справлялся круто ирис. Ну, всегда ирис. То есть, вот клумбу ирисов представьте, подойдите к ней, и, конечно же, вот так чисто и свежо, ну, ландыши еще пахнут. Но в основном ирис и ландыш, они его миксуют. И в тех ароматах, где присутствует ирис, как правило, присутствует и ландыш. Всегда с этой задачей очень круто справлялся, конечно же, Зайна. Парфюм флористинский ирис, я тоже уже его показывала. Сейчас с ним некие проблемы, достать его очень трудно. Вот такой крутой ирис, конечно, встречается редко, но мной найден еще один очень неплохой дружок, который стоит внимания и который стоит внимания весной. Я обязательно его сегодня вам должна показать. Аромат компании Стефан Лукас называется Панте Ирис. Вот такие вот семерочки на флаконах. Я, по-моему, уже что-то вам презентовала из этого дома. Вот такая коробка. То есть, что с ним? Он чистый, пудровый, свежий и непроизвольно вызывает в вас улыбку. После нагрева, после того, как вы его разносите, потому что вначале будет такая пыльная субстанция, которая, как правило, всех разворачивает на 180 градусов этот флакон, то есть никого не интересует дальше. Нет, не делайте этого. Нанесите данную комбинацию, подождите полчаса времени и услышите такую некую симфонию, некую, такой оркестр звука. Это, знаете, как музыка шла, 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 и бах, заиграл симфонический оркестр. Вот с этим ароматом так. Вот нанеся какая-то ерунда полная, какая-то пыльная такая штука, которую не хочется слышать, не ходит, ну что вы это такое, уберите, пожалуйста. Вот и мои были слова такие. Это ошибка. Полчаса времени, и этот оркестр, как и в любой композиции музыкальной, просто бахнет так, что вы обалдеете. Красивая композиция, потрясающий звук, чистое звучание. Чувствуется то, что здесь старались. Чувствуется, что компоненты дорогие, такие, грамотные, такие, ну, то есть они не могут оставить незаметно. В этом флаконе спрятана такая композиция, которую, ну, конечно же, на 8 марта я хочу вам ее подарить. Попробуйте. Это точно вас не оставит равнодушным. Здесь классный ирис, красивый ирис и весенний. Идем дальше. Дальше я хочу показать вам два аромата, которые, безусловно, вас будут радовать и в которых две абсолютно разные задумки. Компания MDCI произвели на этот цвет, и спасибо им огромное, аромат «Первородный грех» и «Чио-Чио-Сан». Что с ними? «Первородный грех», вот так выглядит, и «Чио-Чио-Сан». И почему они сейчас сразу вместе выступают. Так вот, «Чио-Чио-Сан» — это такая нежная, такая звучная, такая светлая, свежая композиция, цитрусовая. В ней цветы, в ней цветущее дерево вишни, сакуры. Ну, это целый сад сакуры, в который вы входите, в нем вам гармонично, в нем вам приятно. Хочется им дышать, хочется, то есть в нем комфортно. И всем тем, кто с вас его слышит, им тоже комфортно. Так вот, на противовес этому аромату, такому весеннему, такому цветущему, такому, который создает настроение нежности и женственности, он такой девчачий, хочется надеть босоножки, хочется надеть тонкое платье на бретельках, шифоновое какое-то, что вы идете, и то есть вы создаете образ красоты, природной, цветущей. Ну, это чудесный парфюм, который я хочу рекомендовать девушкам молодым, женщинам, которые хотят, у кого посыл такой. Так вот, в противовес ему, конечно же, сегодня хочу показать аромат «Первородный грех». Аромат «Первородный грех» несет, конечно же, такую иную задумку. Здесь такая леди-вамп, которая не учится, которая уже все умеет, и у которой задача соблазнения. Здесь такая дорогая женщина, которая соблазнительница, которая знает себе цену. Аромат сложен по-деловому, стильно, грамотно, и посыл в нем, конечно же, такой мощный. Такой, который, ну, он тоже не оставит никого незаметным. Но здесь пушистик, а здесь такая, ух, дамочка. В общем, что нужно вам, выбирайте сами. Но эти два аромата незаметными вас не оставят нигде. Посыл у этого аромата и у этого парфюма абсолютно разный. Главное понимать, что вам нужно. Дальше речь пойдет об аромате от Илье Бланка полихром золота. Вот так он выглядит. Почему сегодня именно он? Он абсолютно незамысловатый, абсолютно спокойный, понятный. И в этом, конечно, его потрясающая непревзойденность. Отличие от всех остальных. То есть в парфюме суперсложного ничего нет. Ну, нет совершенно. Но в этом его и простота, и красота. И, то есть, коротко, понятно и по делу. Здесь цитрусы минут через 10-15 станут такими тихими. Инжир, вернее, его лист. Здесь такой вот звучный, чистый, приятный. Ревень такой тихий. И вот эта вся комбинация – это аромат, не на окружающий мозг. Аромат, с которым вы вышли и создаете спокойствие для себя, для окружающих. И это чувствуется. И на сегодняшний день это очень востребовано. На сегодняшний день хочется простоты. В нём такой природный звук, который хочется слышать. И ещё раз повторюсь, он не нагружает мозг. Он не раздражает окружающих. Он просто тихо звучит красивой мелодией, за которой хочется идти. Хочется спросить, что на вас. Да и в конце концов её хочется снова слышать. Потому что это такой некий уют. Чистый, красивый, весенний аромат, который… Ну, нельзя его не видеть. Мимо не проходите, попробуйте. Также полчаса времени. Вот этот крик сначала, он будет кричать. Звук кричащий. Но 10-15 минут всё угасает. И мелодия тонкая, чистая. Она меня зацепила. Такого мало. Сейчас просто миксуют. Пытаются просто наоборот взорвать мозг. А здесь мозг так спокойно отдыхает. Можно так сказать. Посмотрите обязательно на этот аромат. Попробуйте, если будет возможность. Это красиво. Это красиво. Ну, как-то так. Идём дальше. Дальше хочется показать аромат, который, ну, то есть, абсолютно иной. Он другой. Он не чистый, свежий, нежный и так далее. Он соблазнительный, дерзкий. И для таких особ, ну, у которых другая цель. Аромат компании Jardin Parfum, который называется снотворный опиум. Как я уже и сказала, если задача будет чистым, свежим, нежным и не напрягать всех окружающих, он вам вообще не подходит. Выкиньте его нафиг. Это не та комбинация. Здесь леди вамп. Здесь такая женщина, которая носит красную помаду. Носит чулки и соблазнение, и некий флирт в ней. Ну, это природная субстанция, которая нескоренима. Если вы такая леди, если у вас такая задача, или вы ищете то, что подчеркнёт подобное. Если боди, чулки – это ваши друзья, то, конечно же, этот парфюм – ваш друг. В нём такая прямо неприкрытая сексуальность. В нём комбинация такая, ну, мощная. То есть здесь не цветочек, здесь такая дикая роза. Так вот, если посыл такой, и состояние души, наверное, вот такое, о чём я сейчас говорю, то этот аромат поможет завершить вам некий такой образ. Это такой сексуальный, страстный, очень красивый парфюм, который, ну, наверное, незамеченным быть, ну, в принципе, не может. Если у вас сексуальность отсутствует, он, конечно же, поможет её пробудить. Ну, хотя бы на уровне аромата. Если она в вас есть, и вы такая роковуха, то этот аромат подчеркнёт, ещё раз повторюсь, и здесь будет понять, ну, то есть он завершит некий образ, некую задачу, которую вы себе поставили. В составе в нём бергамот, амбра, цветы, то есть ничего такого выдающегося. Как я уже и твердила до, это нового поколения компоненты, которые нам ещё, ну, мне, по крайней мере, они непонятны. Абсолютно банальный состав, но они как-то добились этим составом такого вот манящего звука. Если задача соблазнения, вот эта комбинация вам в этом очень сильно поможет. И вашу сексуальность, которая есть, подчеркнёт и добавит ей некую такую перчинку. Ну, а если её нет, то поможет хотя бы, вот, как я уже и сказала, на уровне звучания её пробудить. Это красивый парфюм, соблазнительный парфюм для вечера, для выхода, ну, или для тех женщин, которые, в принципе, так живут. Идём дальше. Дальше хочу показать аромат компании Parfum de Marley, который называется Valaya. Что с ним? А с ним всё чудесно. Аромат чистоты, аромат свежести, аромат, который звучит близко к коже. Здесь пион и ландыш, они такие нежные, они такие вот играющие, они такие какие-то хрупкие. И нанеся его, те люди, которые искали чистоту и свежесть, конечно же, скажут, ах, это здорово, ах, это потрясающий звук. И это действительно так. Он нежный, он красивый, он такой вот хрупкий, он такой мягкий, его хочется чувствовать, им хочется дышать. И он так близко ложится на кожу, и я его очень рекомендую наносить исключительно на кожу. Потому что если вы нанесёте его на одежду, он свою задумку теряет. Задумка какая? Быть максимально близко к телу и оволакивать, создавать такой некий купол романтизма, некий такой звук невульгарности. Такой вот, вы вроде его практически не чувствуете, но каждое открывание двери, каждый ветерок, каждый вот какой-то взмах и жест руки, всегда вот подчёркивает он это всё. Вот просто при каждом потоке ветра в вас он включается и какой-то такой лёгкий свежий бриз создаёт. Мне очень нравится Валая, спасибо Парфюм де Марли, что вы создали такую композицию. Женщины, попробуйте её обязательно. Здесь пион и ландыш, и они такие приятные, что просто невозможно передать. Это всё нужно почувствовать самим и ощутить вот эту вот грамотную симфонию в нём. Ещё сразу же хочу перейти к аромату компании Инишо, мускусная терапия. Это парфюм её плюс-минус с одной задумкой. Мускусная терапия, в принципе, на сегодняшний день одна из лучших вариаций весенних ароматов, весенних звучаний. Я женщинам её безумно рекомендую, потому что если вы любите чистоту и свежесть, лучше её не подчеркнёт никто. Инишо создали мускусную терапию. И это действительно терапия, это действительно такой релакс некий. Это лучшее из того, что вообще можно предложить. Это лучшее, если вы ищете красивую, звучную, весеннюю комбинацию. Вот эти два друга с этим отлично справятся. Мускусная терапия, конечно же, среди них двоих стоит на первом месте. Но Валайя браво. Тоже браво и тоже достойна нашего внимания, безусловно. Пробуйте, знакомьтесь. Это очень красивые ароматы. И мускусная терапия, она, наверное, из всех сегодня десяти парфюмов будет первой. У неё первое место. Идём дальше. Дальше аромат, который на сегодняшний день многим не по карману. Но если он у вас есть, на лето и весну станет любимчиком сто процентов. Это компания X-Nihila, который называется Синий Талисман. Синий Талисман – это снова ароматы какого-то нового поколения, с какой-то новой комбинацией, такой манящей, стильной и притягательной. Здесь аромат, который, послушав, по первым нотам думаешь, ну и что такого? Посмотрев состав – груша, мандарин, бергамот, имбирь, ну и что такого? То есть какая-то ещё 1258-я фигня, которую, ну и чем вы хоть хотите здесь порадовать или удивить? Какая нафиг новинка? Я там таких новинок, опять же, сейчас тысячу поставлю здесь, и они будут плюс-минус похожи. Аромат с новой комбинацией что-то в средине пирамиды добавили такого манящего, такого какого-то притягательного, что-то такое, что хочется искать, хочется чувствовать. Вы вот, то есть вдохнули его и переварив, хотите вдохнуть снова, понимаете? У меня это вообще редкость на сегодняшний день. Я уже, то есть, настолько перенасыщена всеми комбинациями, что вот так вот меня радовать может что-то очень редко. А это, то есть, такая незамысловатая база, такой незамысловатый состав. И тут бах, вот такая комбинация, которая, ещё раз повторюсь, да, она на сегодняшний день вообще многим не по карману. Это приличная сумма, порядка 40 тысяч плюс-минус. Но если он у вас будет на полке, летом и весной это будет любимчик. Вот этот синий талисман, это, ну, после наркотического цветка одна из лучших композиций. Это, да, наверное, и наркотический цветок уже пойдёт курить за гаражей после того, как вы послушаете этот парфюм. Это крайне по-новому. Это просто мега красиво. И сегодня его вам не показать, я просто не могла. Это груша, бергамот, мандарин. Но они какие-то вот уникальные, я бы сказала. Аромат очень красивый, я очень-очень вам его советую. Если у вас есть такая возможность приобрести подобное, пробуйте смело. Он будет вас радовать, сто процентов. Идём дальше. Последним ароматом на сегодня я хочу показать парфюм, который создан компанией Франк Бакле. И именуется он Кашемиром. С Кашемиром, знаете, такая ситуация. То есть это костюм. Костюм дорогой женщины, которая входит в помещение и с которой всё понятно. Всё понятно без слов. Всё понятно без лишних таких приблуд. Этот аромат поможет создать вам образ такого некого баланса между грамотностью, стилем, сексуальностью, умом. Здесь всё просто качественно, чётко и по делу. Вы знаете, этот аромат, он такой тёплый, пряный, амбровый. При этом корица и гвоздика. Тут же кожа и цитрусы. И вот в этом во всём чувствуется такой некий баланс, баланс мудрости и грамотности. Здесь непроизвольно, но хочется его похвалить. Хочется его ощутить снова. Уйдя куда-то далеко, вы будете о нём вспоминать. Здесь не дурочка с ошалелыми глазами. Здесь такая леди в потрясающе дорогом костюме. При всём при этом женственность в нём тоже никуда не делась. Вы не такой прямо рыцарь в доспехах, такая железная мадам, нет. Здесь на фоне такой вот грамотной комбинации женщина, которую хочется слышать, чувствовать и понимать. Мне зашла тема, честно говорю. В общем, пробуйте на здоровье. И если вы леди в дорогом костюме, всё это задумку вашу и весь ваш образ подчеркнёт красиво этот аромат. Ну, в общем, как-то так. С вами была Ольга Грасс. Я надеюсь, вам было интересно. Всех женщин ещё раз поздравляю с 8 марта. До новых встреч.